Беседа на слова апостола. Имеет тот же дух веры. 2 Коринфянам 4.13 За мной старый долг – объяснить вам апостольское изречение. Вы, может быть, забыли об этом долге по давности времени, но я не забыл по своему влечению к вам. Такова любовь, она нечто неусыпное и заботливое. Любящие носят в уме не только любимых, но и все, что помещают, пообещают им дать, помнят тверже будущих получателей. Так и нежная мать, сохранив для своих детей остатки трапезы, не забудет, если они случайно и забудут. Но соблюдше это со всем усердием предлагает и питает алчущих. Если матери так нежны к своим детям, то нам нужно оказывать настолько большее усердие и попечение о вашей любви, насколько муки рождения духовного сильнее мук рождения естественного. Какая же была эта трапеза, остатки которой мы сохранили для вас? Это апостольское изречение, доставившее нам тогда обильную духовную пищу, одну часть которого мы предложили вашему вниманию, а другую перенесли на настоящий день, чтобы множеством сказанного не стащить силы вашей памяти. Какое же это изречение? «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». О какой вере сказано? О совершительнице или знамении, о которой Христос говорит? Если будете иметь веру с горчичным зерном и скажете, горе себе, перейди, отсюда туда и перейдет. Или о насадительнице в нас познание, по которой все мы верные. Так же для чего сказано «дух веры»? И что такое самое это «вера»? Обо всем этом мы по силам сказали тогда любви вашей, прибавив несколько слов и о милостыне. Но так как осталось еще объяснить, для чего сказано «дух веры» тот же, и множество сказанного тогда не дозволило обстоятельно заняться этим словом, то мы сберегли его на настоящий день, и теперь вышли отдать вам этот долг. Итак, для чего апостол сказал «тот же», он желает показать великое сродство нового завета светским, поэтому напомнил нам и о пророческом изречении, сказав «имея тот же дух веры» и прибавил, как написано «я веровал, потому говорил». Раньше и за много лет Давид сказал то же самое, Псалом 115.10, что привело теперь Павла, объявляя, что та же самая благодать духа и в нем тогда, и в нас теперь укоренила силу веры. И как бы так сказал «тот же самый дух веры, который говорил в нем, действует и в нас». Где теперь те, которые порицают Ветхий Завет, расторгают тело Писания, приписывают Новый Завет одному, а Ветхий другому Богу? Пусть они слушают Павла, заграждающего безбожные уста, обуздывающего богоборный язык и показывающего, что один и тот же дух и в Ветхом и в Новом Завете. Притом и самые названия их показывают нам великое согласие между Заветами. Новый назван так по отношению к Ветхому, и Ветхий по отношению к Новому. Как и Павел говорит, когда говорится «Новый», то показывает Ветхость Первого. А если бы они не принадлежали одному и тому же Владыке, то не могли бы называться ни этот Новым, ни тот Ветхим. Так это различие в названиях показывает сродство того и другого Завета. И самое это различие не по сущности, но по перемене времени. Только поэтому новое отличается от Ветхого. Перемена времени не означает ни разности господства, ни умоления одного перед другим. Это выразил и Христос, когда сказал, «Посему всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен человеку, хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Видишь ли, стяжания различные, а власть одну. Как там один и тот же хозяин может выносить новое и старое? Так точно и здесь возможно, чтобы одному и тому же Богу принадлежали новые и Ветхие Заветы. Это самое особенно и показывает его богатство и изобилие. Что он не только созидает новое, но и в Ветхом обнаруживает изобилие. Таким образом, между Заветами есть только различие в названиях. А не противоречие и не противоположность. Ветхое бывает Ветхим при новом. Но это означает не противоречие и не противоположность, а только различие в названии. Я даже позволю себе такое преувеличение. Хотя законы Ветхого Завета были противоположны законам нового, я с большой настойчивостью утверждал бы, что и тогда не нужно было бы вводить другого Бога. Если бы Он учреждал противоположные законы в одно и то же время одним и тем же людям, живущим в одном и том же состоянии, находящимся в одних и тех же обстоятельствах, то такое мудрование, может быть, имело бы некоторые основания. Но если предписаны одни законы одним, а другие другим, тем в одно время, а этим в другое, тем в одних обстоятельствах, а этим в других, то какая необходимость вследствие различия законов вводить двух противоположных законодателей? Я не вижу никакой. Если же еретики могут сказать, то пусть скажут. Но и они не в состоянии будут. Так и врач часто делает много противоположного, не по противоположности в мыслях, но с одинаковой и с одной и той же мыслью. Он часто одно и то же тело и прижигает, и не прижигает, и режет, и не режет, дает пить то горькие, то сладкие лекарства. Действия противоположны, но мысль, по которой это делается, одинаково и одна и та же. Потому что он имеет в виду одну цель – здоровье больного. Поэтому не нелепо ли врача не обвинять за то, что он делает много противоположного с естеством одного и того же тела, а Бога порицать, если он в различные времена и разным людям давал различные предписания. 288. Итак, отсюда очевидно, что если бы даже эти законы были противоположны, то и тогда не следовало бы порицать Ветхий Завет. Но что они не противоположны, а только различны, возьмем в руки самые законы. Вы слышали, сказал Господь, что было сказано древним – не убей! Это Ветхозаветний закон. Посмотрим на Новозаветний. Я же говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно повинен гиене огненной. Скажи мне, разве противоположны эти заповеди? Кто из людей, имеющих хотя сколько-нибудь смысла, может сказать это? Если бы прежний закон повелевал не убивать, а этот повелевал убивать, тогда, может быть, кто-нибудь и сказал бы, что между ними есть противоречие. Если же тот повелевает не убивать, а этот повелевает даже и не гневаться, то последний закон есть усиление первого, а не противоречие ему. Тот уничтожил плод злобы, убийства, а этот вырвал и корень, гнев. Тот пресек течение нечестия, а этот истушил и самый источник его, потому что источником и корнем убийства бывает ярость и гнев. Тот закон приготовлял нашу природу, а этот, пришедший, восполнил недостаток. Где же противоположность, когда один закон пресекает конец зла, а другой и начало? Тот руку очищал от крови, а этот освобождает и самый ум от порочных пожеланий. Это свойственно законам, согласным между собою, а не противоречащим, что всюду стараются подыскать враги истины, не замечая, что таким образом они навлекают на новозаветного бога великую вину легкомыслия и небрежения, потому что в таком случае окажется, да обратится это богохульство на голову принуждающих нас говорить это, что он неблаговременно устроил дела наши. А как это я скажу? Руководство Ветхого Завета подобно к кормлению молоком, а любомудрие Нового Завета подобно твердой пище. Никто, не скормивши молоком, не подает твердой пище. А так поступил бы Бог Нового Завета, если бы он, не он, же был дарователем Ветхого. Прежде, нежели скормил молоком руководством закона, он привел бы нас к твердой пище. И не только этому обвинению, но и другому еще большему, они подвергают его, как будто бы он только после пяти слишком тысяч лет приступил к промышлению о нашем роде. И если бы не он был тот, кто через пророков, патриархов и других праведных мужей устроял все, касающееся нас, а кто-нибудь другой, кроме его, то оказалось бы, что он поздно и недавно стал промышлять о нас, как бы подвигшись некоторым раскаянием. Но было бы недостоинно не только Бога, а даже обыкновенного человека, если бы он попустил столь многим людям погибнуть в течение столь долгого времени. И, наконец, в последние времена так же приступил к промышлению о немногих. 290. Видишь ли, какие хулы произносят на Бога те, которые говорят, что один законодатель Нового Завета, а другой Ветхого. Но все это прекращается, когда мы допустим, что один Бог и Нового, и другого Завета. Тогда окажется, что Он мудро устроял дела касательно нас сначала посредством закона, а теперь посредством благодати. И не с недавнего времени, не в последние времена, но и с древней, и с самого первого дня стал промышлять о нас. А чтобы еще более сомкнуть уста их, мы приведем теперь самые изречения пророков и апостолов, возвещающих, что один законодатель Нового и Ветхого Завета. Итак, пусть выступит освященный отчего матери Иеремия и ясно покажет нам, что один и тот же Бог и того и другого Завета. Что же говорит Он, объявляя от лица законодателя? Завещиваю вам Завет Новый, не таков, как тот Завет, который я завещал отцам вашим. Иеремия 31.31. Таким образом, установитель Нового Завета есть Бог, давший и Ветхий. Этим пророк достаточно обуздал уста и последователям Павла Самосадского, который отвергает предвечное бытие единородного. Если он действительно не существовал прежде рождения от Марии и не имел бытия прежде, нежели явился во плоти, то как не существуя, он законополагал. Как он мог сказать, завещая вам Завет Новый, не такой Завет, какой я завещал отцам вашим? Как он мог завещать отцам их, не существуя и не имея бытия по их учению? Против иудеев и болеющих иудейскими заблуждениями Павлеан это свидетельство пророка достаточно устойчиво. Но чтобы обуздать Тимонифеев, мы приведем свидетельство из Нового Завета, так как они не оказывают никакого уважения к Ветхому или лучше и к Новому, потому что этот, который, по-видимому, уважает, они унижают не менее того, во-первых, отделением его от Ветхого, они ослабили и достоверную часть его, ведь немалым доказательством истинности его содержания было предсказание ветхозаветних пророчеств, которые, отвергшие, они не чувствуют, что унизили апостолов больше пророков. Итак, этим, во-первых, они унижают Новый Завет, а во-вторых, исключением из него большей части. Но, несмотря на то, сила его содержания такова, что из самых остатков легко можно видеть их низость. Урезанные части кричат и вопиют, требуя соединения с прочими своими частями. Как же мы докажем им, что один законодатель Нового и Ветхого Завета этими оставшимися у них апостольскими изречениями, которые, по-видимому, заключают в себе обвинение закона, а на самом деле особенно возвышают его и показывают, что он есть вещание божественное и свыше пришедшее. И это было делом премудрости духа, что обвинители закона, превращенные готовым изречением, невольно и неведомо приняли защиту, написанную в пользу его, чтобы если они захотят видеть истину, то имели в этом изречении руководство для себя, а если останутся в неверии, то не имели Боже никакого прощения, как неверующие ко вреду своего спасения и тому, чему они по-видимому веруют. Итак, где Новый Завет говорит, что один законоположник его самого и Ветхого? Где? Во многих и в разных местах, но мы пока постараемся привести отрывок и у манихеев сохраняющийся еще и теперь. Какой же он? Галатам 4.21 «Скажите же мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Услышали или какие слова одного от рабы? И тотчас воспользовались ими. Они думали, что эти слова обвинения закона и отрезав их от связи с прочими, удерживают как одобряющие их. Мы же покажем из этого отрывка, что один законоположник, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. «В этом есть и насказание», говорит апостол. Что значит насказание? «События Ветхого Завета были прообразами событий Завета Благодати. Как там две жены, так здесь два Завета. Во-первых, в этом он показывает сродство Нового Завета с Ветхим, когда этот был прообразом того, прообраз не противоположен истине, но сроден ей. Если бы Бог Ветхого Завета был противоположен Богу Нового, то Ветхий не мог бы прообразовать этими женами преимущество Нового Завета. А если бы он и прообразовал, то Павлу не следовало пользоваться этим прообразом. Если же скажут, что Павел сделал это, снисходя к немощи иудеев, то ему нужно было бы, проповедуя Еленам, вводить еленские образы и напомнить об исторических событиях, бывших у Еленов. Однако он не делал этого. И весьма справедливо, потому что эти события не имели ничего общего с истиной, а иудейские суть – Божие вещания и законы. Поэтому Ветхозаветнее и имеет великое сродство с Новым Заветом 291. Во-первых, это показывает, что между Новым и Ветхим Заветом великое согласие. А во-вторых, не меньше того и самая история. Как тогда были две жены у одного мужа, так и теперь два завета у одного законодателя. Если бы законодателем Нового Завета был один, а Ветхого другой, то апостол напрасно ввел бы эту историю, потому что не один был муж у Сары, а другой у Агари, но обеих один и тот же. Таким образом, когда он говорит, что это есть два завета, то выражает ничто иное, как то, что они имеют одного законодателя, как те одного мужа Авраама. Но одна была раба, скажут, а другая свободная. Что же из этого? Пока вопрос один. Один ли законодатель обоих заветов? Пусть они наперед примут это, а потом мы ответим им и на то, как скоро ты принудишь их принять это и убедиться, что все их учение исчезнет, потому что если откроется, что и Ветхий Завет принадлежит тому же законодателю, как и есть действительно, то весь спор у нас с ними разрешен. Впрочем, чтобы и это не смущало вас, вникнем тщательно в изречение. Апостол не сказал, один раб, а другой свободны. Галатам 24 стих. Но это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который и есть Агарь. В рабство сам не всегда есть раб. И рождение в рабство вина не рождающего, но детей родившихся. Так как иудеи своей злобой сами лишили себя свободы и утратили благородство, то Бог воспитывал их в постоянном страхе, как неразумных рабов, наказывая мщениями и угрозами. Так и теперь многие отцы воспитывают своих детей, не как детей, но со страхом, свойственным домочадцам. И вина не отцов, а детей, заставивших отцов обращаться с свободными, как с рабами. Так и Бог воспитывал тогдашний народ таким страхом и мщением, какими свойственно было воспитывать неразумного домочадца. И это не служит ни к осуждению Бога, ни к обвинению закона, но не обузданных иудеев, нуждавшихся в более сильной узде. Впрочем, и в самом Ветхом Завете найдутся многие, которые были воспитываемы не так, например, Авель, Ноя, Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, Моисей, Илья, Елисей и все остальные, ревновавшие о любомудренного завета. В самом деле, не вследствие страха и наказаний или угроз и мщения, но по любви божественной и пламенному влечению к Богу они сделались такими, какими были. Они не нуждались ни в повелениях, ни в заповедях и законах, чтобы избрать себе добродетели и избегать зла, но, как благородные дети и свободные, признав свое собственное достоинство, они без всякого страха и наказания сами предавались добродетели, а остальные все иудеи уклонились в зло и потому имели нужду в узде закона. Так, когда они сделали тельца и поклонились изваянию, тогда услышали «Господь Бог твой есть Господь единый» в Тарзаконе 6.4, когда совершили убийство и расплили жен своих ближних, тогда услышали «Не убей, не прелюбодействуй» и остальное все подобным образом. Таким образом, не вина закона в введении наказания и мщения, воспитании и вразумлении иудеев, когда мочатся с неразумных, но и величайшая слава и немалая похвала, что людей, преданных такому нечестию, закон мог собственной настойчивостью удалить от нечестия, смягчить и сделать послушными благодати и вести к любомудре Нового Завета. «Один и тот же дух устроял все, как в Ветхом, так и в Новом Завете, хотя и различным образом. Посему Павел и говорит, но имеет тот же дух веры, как написано «я веровал, потому и говорил». И не поэтому только он сказал тот же дух, но и по другой причине, который не меньше изложенный и который я хотел изложить вам теперь же, но боясь, чтобы вы не утратили сказанного, сберегу ее до другой беседы с вами. А теперь прошу вас помнить всю изложенную, тщательно хранить ее в памяти, а вместе приложить к тому и добродетельную жизнь и присоединить ее к чистоте учения, чтобы совершенный был всякий Божий человек на всякое доброе дело приготовлен. Потому что не будет нам никакой выгоды от правого учения, когда жизнь будет растленно, как нет пользы от добродетельной жизни при отсутствии здравой веры. Чтобы нам иметь соразмерную пользу, обезопасим самих себя с обеих сторон, оказывая благородные плоды, как во всем остальном, так, между прочим, и в милостыне, о которой я недавно беседовал с вами, оказывая ее со многою готовностью и щедростью. Сеющий скудно, скудно и пожнет, а сеющий щедро, щедро и пожнет. 2 Коринфян 9.6 Что значит по благословению? Со много щедростью. Здесь в делах житейских и жатва и сеяние состоит из тех же семян, потому что и сеющий бросает пшеницу, ячмень или что-нибудь другое подобное, и жмущий пожинает опять то же самое. Но в милостыне не так, а иначе. Ты бросаешь серебро, а собираешь дерзновение к Богу. Даешь деньги и берешь грехов разрешения, доставляешь хлеб и одежду. И за это тебе приготовляется царство небесное и бесчисленное благо, которых ока не видела, уха не слышала и на сердце человеку не приходила. А главное из всех благ – то, что ты делаешься подобным Богу по силе человеческой. Так, беседуя о милостыне и человеколюбии, Христос прибавил. Итак, будьте подобны Отцу вашему, который на небесах, повелевающему солнцу сияет на злых и добрых, и дождю падать на праведных и на неправедных. Ты не можешь поднять солнце, ни дождя посылать, ни такой вселенной благотворить. Воспользуйся имеющимися деньгами у тебя для благотворения, и ты подобен будешь поднимающему солнце, насколько возможно человеку сделать подобным Богу. Вникните тщательно в сказанное. 294. На злых, говорит он, и на добрых. Так и ты, когда творишь милостыню, не испытывай жизни бедного и не требуй от него отчета в его нравах. Милостыню и потому и называется, чтобы мы подавали недостойным. Милующий не исправного, а согрешившего милует. Исправный достоин похвалы венцов, а грешник – милости и снисхождения. Таким образом, мы и в этом будем подражать Богу, если будем подавать и порочным. Подумай, сколько живет во вселенной злословцев, преступников, волшебников, исполненных всякого зла. Но и их Бог питает каждый день, научая нас простирать благотворительность на всех. А мы поступаем совершенно напротив. Мы отвращаемся не только от злых или дурных людей, но когда подойдет нам человек здоровый, подвергшийся бедности, или по справедливости, или по свободе, или, может быть, и по лености, допущу и это, то мы, осыпав его порицаниями, бесчестиями, бесчисленными шутками, отсылаем его с пустыми руками, понося здоровье, укоряя леность, требуя отчета. Неужели на это ты поставлен человек, чтобы необдуманно обвинять и укорять нуждающихся? Бог повелел миловать и исправлять их бедность, а не требовать отчета и презирать. Или ты хочешь исправить их образ жизни, отвлечь от лености и на дело подвигнуть ленивца? Ты наперед подай, и тогда укоряй, чтобы строгость не навлекла на тебя подозрения в жестокости, но чтобы тебе получить славу человека опечительного. Кто не подает, а только укоряет, от того бедный отвращается, того ненавидит, на того даже смотреть не хотел бы. И весьма справедливо, так как он думает, что у коризмы происходит нет попечительности, а от нежелания подать, как действительно и бывает. А кто укоряет после подаяния, тот делает свое вещание удобоприемлемым, потому что высказывает порицание не по бесчеловечию, а из попечительности. Так поступил и Павел, сказав, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, он прибавил, вы же, делая добро, не унывайте. Эти заповеди, по-видимому, противоположны. Если ленивцам не должно и есть, то как ты повелеваешь делать им добро? Но здесь нет противоречия, да не будет. Для того, говорит он, я и сказал, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, чтобы не от милости не отклонить, намеревающихся подать. Но чтобы живущих в праздности отклонить от праздности. Таким образом, слова его, да не ест, возбуждает от них деятельности страхом угрозы. А слова, делая добро, да не унываем, побуждают других к милостыне указанием на пользу этого. Дабы некоторые, услышав высказанную против тех угрозу, не перестали простирать руку помощи, он призывает их к благотворительности, говоря, делая добро, да не унываем. Если ленивому дашь, ты добро сделаешь. 295. Тоже выразил и в дальнейших словах, сказав, если же кто не послушает слово нашего всем послания, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. И таким образом, извергнув такого из священной ограды, он снова присоединяет его другим образом, располагая и склоняя к нему мысли извергнувших. Поэтому он и прибавил. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. 2 Фессалоникийсам 3.15. Как там, сказав, если кто не хочет работать, тот и не ешь, он снова повелел оказывать великое попечение о таких людях, имеющим возможность к тому, так и здесь. Сказав, но не считайте его за врага, он не устранил слушателей от попечительности о нем, но повелел им тщательно заботиться о нем. Не как к врагу относитесь, но заботьтесь, как за брата, и вразумляйте его. Ты отделился от общения с ним, но не отделяйся от попечения о нем. Ты извергнул его из собрания, но не отвергай его от любви. И это самое делать он повелел по любви, для того, чтобы тот, через отлучение сделавшись лучшим, возвратился к общению со всем телом. Так и отцы выгоняют из своего дома детей не для того, чтобы они всегда оставались вне, но чтобы, вразумившись изгнанием из дома, опять возвратились домой. Для обвинителей в недеятельности достаточно сказанного. Но так как у многих есть еще и другой заученный предлог к оправданию, исполненный бесчеловечия и жестокости, то необходимо опровергнуть и его, не для того, чтобы лишить их оправдания, но чтобы убедить их оставить это мнимое и бесполезное оправдание, а вместо того, постоянно делами приобретать оправдание действительное и такое, которое может предстательствовать перед престолом Христовым. Какое же это сухое и бесполезное оправдание многих. Я, говорят, воспитываю детей, заботюсь о доме, кормлю жену, имею много необходимых расходов, поэтому я не в состоянии подавать милостыню приходящим ко мне. Что говоришь ты? Ты воспитываешь детей, и поэтому не подаешь милостыню приходящим к тебе. Но для них-то тебе и должно подавать милостыню бедным, для этих самых детей, для покровительства им, чтобы небольшими деньгами тебе умилостивить Бога, который дал их тебе, чтобы оставить им предстателя в нем и после твоей смерти, чтобы привлечь на них благоволение свыше этими деньгами и сдерживаемыми для Бога. Не видишь ли, как многие часто вносят в свои завещания людей богатых и сильных, не имеющих с ними никакого родства, и делают их понаследниками своих детей, единственно для того, чтобы пожертвованием небольших денег доставить своим детям обеспечение, и притом не зная, как после смерти их будут расположены, сделавшиеся участниками в наследстве. А ты, зная человеколюбие, благость и справедливость своего владыки, не сделаешь его участником в твоем завещании, не сделаешь его сонаследником детей твоих. Свойственно ли это, скажи мне, отцу, любящему детей, если ты действительно печешься о рожденных тобой детях, то оставь им такое письменное завещание, в котором будешь иметь должником Бога. Это величайшее наследство, это богатство, это обеспечение. Введи его в участники наследства здесь, чтобы он ввел тебя и твоих детей в наследство там. Вот наследник благородный, человеколюбивый, благой, сильный, богатый, так что ни в чем невозможно подозревать общение его. Потому милостыня и называется сеянием, что она есть не расход, а прибыток. Но ты, когда приступаешь к сеянию, не обращаешь внимания на то, что издерживаешь запасы прежних произведений, а имеешь в виду еще не существующую жатву будущих произведений. Притом не знаешь, что все будет в свою пользу, потому что и ржавчина, и град, и соронча, и неровность воздуха, и многое другое обманывает нашу надежду на будущее. Когда же нужно сеять для неба, где нет никакой неровности воздуха, откуда изгнана всякая скорбь и неприятность? Медлишь и отступаешь. Какое же ты найдешь прощение, если бросая в землю, делаешь это со смелостью и готовностью, а когда нужно отдать в руку Божию, то медлишь и не родишь. Если земля возвращает веренное ей, то тем более рука Божия все, что не примет с избытком, возвратить к тебе. И так, зная это, будем смотреть, подавая милостыню не на расход, а на прибыток и на будущие надежды, и даже настоящую выгоду, потому что милостыню доставляет не только Царство Небесное, но и в настоящей жизни безопасность и избыток. Кто сказал это? Сам тот, кто властен сделать это. Подающий своего имения бедным, сказал он, сто крат воздаст вам в этом веке и в жизни будущее наследие. Видишь ли воздаяние с великим изобилием, подаваемое в той и другой жизни? Не будем же медлить и уклоняться. Но каждый день будем приносить плоды милостыни, чтобы у нас и настоящие дела текли благоприятно, и достигнуть нам будущей жизни, которой досподобимся всем и благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь и держава во веки веков. Аминь.